За процессом голосования наблюдала наша съемочная группа. Влад Сорокин побывал в 39-й школе и колледже культуры и узнал, почему такая низкая явка и какие наказы дали новоявленному депутату и избирателю. До выборов в 10-м округе прошли практически незаметно. Как говорят, в таких случаях электорат проголосовал ногами. То есть не явился к избирателям урнам. Например, за два часа с момента открытия 361-го участка пришло только два человека, а к полудню здесь проголосовало около 40-ка. На предыдущих выборах к этому времени людей было в несколько раз больше. Ну, я думаю, не совсем понимают статус выборов. Это дополнительные выборы. Может быть, реклама недостаточно была, агитация сильная. Не знаю, может быть, что-то с кандидатами, неуверенные избиратели в кандидатах. И даже у наблюдателей из Москвы серьезных претензий к ходу голосования на тот момент не оказалось. Это мой второй участок. Я был на открытии, по-моему. Участок в колледже Василисина, 22. Потом мы посетили, опять-таки, избирательную комиссию города Владимир. И вот после этого мы, вернее, я приехал сюда. Какие претензии есть, нет? Нет, ну просто вот такие рабочие моменты. Это изрисованный бюллетень по открытой занавеске в кабинке и курсанты в ЮИ, которые сели не в коридоре, а на участке. В колледже культуры, где расположен еще один участок, картина немного повеселее. Здесь в полдень проголосовало почти 170 избирателей. Но большинство мало что знает о кандидатах. И прежде чем опустить бюллетень, подходит к информационному стенду. Вы знаете, отсматривают. Большинство отсматривают, потому что, как таковой информации по кандидатам у нас, в общем-то, особенной не было. Поэтому, конечно, прежде всего знакомиться. Набор требований к будущему депутату стандартный. Ответственный, исполняющий свои обещания. А их за это время роздано немало. Ну как повещали площадки детские, ну благоустройство, чтобы парковочных мест было побольше. Дороги бы не мешало сделать, как бы. Ну и не мешало бы капитальные ремонты в наших домах. Причем без этих вот 6,5 рублей, да. Как бы, чтобы дома были наши, как новые. На все про все нового депутата 10-го округа будет полтора года. В сентябре 2015-го Владимирцев снова будет выбирать народных избранников в Гурсовет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова